Вот они, золотые, серебряные и бронзовые победы майского фестиваля ГТО. Тогда почти тысячи наших школьников сдали нормы реанимированного физкультурного комплекса. Но значки не получили. Почти год ушел у московских художников на их создание. Дизайн обновился, вместо серпа и молота сегодня российский герпи-флаг, но все же намек на советское прошлое остался. В центре многоконечной звезды финиширующий атлет. Двухкилометровую пробежку Екатерина Филиппова включила в свой распорядок дня. За год намерена подтянуться в беге на длинные дистанции, чтобы в следующем году справиться с нормами и взять знак отличия в золоте. Я дипломную работу пишу именно по ГТО, по тому, как они вводятся сейчас. И мне как-то вот само, что я пишу, а сама не имею такой значок, вот хочется. В претендентах на значки сейчас школьники. 18 марта в Вежевске для них пройдет зимний фестиваль ГТО. Оценивать будут гибкость, отжимание, пресс, подтягивание, плавание, лыжи, прыжки, стрельбу. По предварительным подсчетам, нормы ГТО попробуют выполнить около 8 тысяч человек. Такого интереса к хорошо забытому старому не ожидали даже организаторы. Во-первых, интерес появился к комплексу ГТО. Во-вторых, не секрет, что выпускники, которые поступают в высшее учебное заведение, имеют возможность получить дополнительные баллы. Согласно правилам программы высшее учебное заведение, каждый вуз устанавливает самостоятельно. И поэтому волна выпускников идет. Плюсовать баллы за выполнение нормы ГТО обещает каждый российский вуз. Например, ИЖГТО абитуриентам накидывает 10 баллов, сельхозакадемия – 5. Бонусы будут и взрослым. Несколько предприятий в Удмуртии уже учредили спецпремии, дополнительные отпуска или другие привилегии тем работникам, кто готов к труду и обороне. Анастасия Ледько, Максим Кузнецов, Телеканал Майя Удмуртия.